МОСКОВСКИЙ ЛОКОМОТИВ 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 МОСКИЙ ЛОКОМОТИВ МОСКОВСКИЙ ЛОКОМОТИВ МОСКОВСКИЙ ЛОКОМОТИВ МОСКОВСКИЙ ЛОКОМОТИВ МОСКОВСКИЙ ЛОКОМТИВ МОСКОВСКИЙ ЛОКОМОТИВ МОСКОВСКИЙ ЛОКОМОТИВ ИМЕНО С ДЕТЬМИ-АУТИСТАМИ ПОЛУЧИТЬ НЕБОХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ МОЖНО В РАМКАХ КУРСОВ ПОВИШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЧТО ЖЕ ГОВОРИТЬ ТОГДА ОБУЧЕНИЕ САМИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕНЫМИ ВОЗМОЖНОСТИМИ В ДРУГИХ СТАНАХ ДАВНО РЕШЁН ЭТОТ ВОПРОС И ЗА КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ ТЮТОР и таким образом они могут посещать общеобразовательную школу. У нас такая система пока еще находится в разработке. Но недавно в России был сделан важный шаг, была ратифицирована конвенция о правах инвалидов, где как раз инклюзивное образование и закрепляется как основное для детей с ограниченными возможностями. Поэтому остается надеяться, что это один из первых шагов на пути к восприятию россиянами детей с аутизмом. Здравствуйте! В этом номере ГУДКА читайте рассказ о простом работнике Куйбышевской железной дороги, старшем слесаре аппаратного цеха ремонтного локомотивного депо «Самара-Пассажирская» Викторе Драгунове. Виктор передовик производства, обладатель наградой премии за безаварийную работу. Важные для себя решения Виктор Драгунов всегда принимает самостоятельно. Еще в детстве он решил стать железнодорожником, потом выучиться на инженера-конструктора, построить свой дом и обзавестись семьей. И все у него получилось. Но самое главное, что всего этого он сумел достичь в свои 43 года. С детства Виктор мечтал стать машинистом, но поступая в железнодорожный техникум, не прошел медкомиссию. Поэтому он поступил в тот же техникум, но на специальность автоматика, телемеханика и связь. И окончил, кстати, его с красным дипломом. После армии Виктор решил продолжить образование и поступил на вечернее отделение авиационного института. Просто с детства ему было интересно все, что связано с небом. Но все это время Виктор продолжал работать на железной дороге. И, кстати, исполнил свою детскую мечту. Машинистом он все-таки стал. О жизненном пути Виктора Драгунова и его семье читайте на шестой странице Гудка. Добрый день. В этом номере Гудка, на третьей странице, читайте о том, как перемена тока больше не будет мешать перемене поездов. На станции Пенза, которая принадлежит Куйбовской железной дороге, есть пункт технического обслуживания локомотивов. Здесь обслуживаются локомотивы, так как находятся на границе не только Куйбышевской дороги, но и юго-восточной. Однако проблема в том, что львиная доля тяги приходится на все-таки Куйбышевскую дорогу. И дело не в том, что ПТО находится в юрисдикции КБШЖД, а дело в том, что у Куйбышевской постоянный ток, а у юго-восточной переменный. Ну и в принципе, то есть изначально этот птол был заточен под постоянный ток. А потому локомотивам юго-восточной железной дороги часто приходилось простаивать. Если ТО-2, предположим, занимает полтора часа, то приходилось там стоять почти сутки. Случалось и такое. В условиях дефицита тяги на юго-восточной железной дороге пришлось искать решение. И оно нашлось. Дело в том, что на той же станции Пенза было построено птол, специально ориентированный на переменную тягу. Но этот птол был законсервирован в связи с кризисом, потому что перевозки сократились. И вот сейчас начальник юго-восточной железной дороги Анатолий Володько написал письмо руководству компании с просьбой передать этот птол юго-восточной железной дороги, несмотря на то, что он находится, казалось бы, на Куйбовской. Руководство компании одобрило. И вот сейчас, уже в ближайшее время, этот птол отойдет под дирекцию по ремонту тяги юго-восточной железной дороги. При этом, как отмечают и там, и там, и на обеих дорогах, железнодорожники, ремонтники не пострадают. Потому что, ну, это будет просто, на самом деле, формальный переход. То есть не придется ездить за документами ремонтникам в депо Лиске, которому передается птол. Сейчас электронный документоборот, то есть проблем с этим не будет. Не пострадают они и в смысле зарплаты. Кроме того, рады, конечно же, и сами эксплуатационщики. Все-таки теперь не будет проблем с простоями поездов при их техобслуживании. Редактор субтитров А.Семкин